всем привет сегодня воскресенье 8 ноября у нас шикарная опять шикарный солнечный день а я утром проснулась и чувствую что нет вы представляете вот я заехала в такое место здесь такая обочина и идет женщина я не могу снимать вот что она идет и смотрит она идет и смотрит остановилась ну ладно буду продолжать дальше итак просыпаюсь я утром и чувствую не могу повернуть шею вот так вот налево налево не могу повернуть потом мужу пожаловать я бы налево шею не могу повернуть заклинила заклинила все уходит хорошо заклинила шею он будет ну ничего налево смотреть я бы и правда я вроде как и не смотрела ну вот и заклинила у меня шею думаю что же делать у нас тут объявили через с понедельника или со вторника врачу как бы ну в общем непонятно думаю надо наверное проверить смогу ли я водить машину не чувствуя себя нормально все как бы замечательно просто вчера я убирала листья во дворе ну наверное меня продуло потому что тепло на улице и естественно я ничего здесь не закуталась шея голая была я вот так вот два часа там эти листики гребла ветерок такой был ну вот так уже и заклинила меня ну и что сейчас думаю надо проверить как я смогу ли управлять транспортным средством завтра ведь на работу работу никто не отменял мою работу вот села машину ну как бы пока двигалась тут собиралась легче стало слава богу я думаю что это все пройдет может быть неудобно спала и ну может тут делать старость не радость сейчас поеду покатаясь по улицам по частному сектору по юрмале покажу вам частный сектор вот эта женщина здесь тоже машина у нее стоит и что она тут делает она какие-то шишки собирает интересно зачем машина все-таки удалось мне поймать этот момент солнечный очень солнце конечно каждый день у нас но она очень быстро исчезает сейчас 12 часов дня и вот как раз выглянуло солнышко надеюсь оно не спрячется пока я снимаю еду из локи и поеду в этот район который находится ближе к реке лелупая здесь у нас такие ангары хозяйственные здесь различные строительные материалы продаются вот здесь уже такой частный сектор начинается у нас очень много частного сектора в городе эта дорога она идет вдоль реки лелупая вся листва уже слетела как вы видите но все равно еще красиво потому что лежит листва на земле и трава зеленая сейчас подъедем здесь такой маленький магазинчик должен быть слева давно я здесь не была вот он с 8 до 9 работает маленький магазинчик такое ощущение что мы едем по деревне на самом деле это все территория города города так это я наверно свернула мне кажется на улице цирулю вот какая здесь красотища высокие сосны ели березы и вот такой частный сектор все это вот в лесу находится знаете как здесь здорово жить в принципе у нас вся юрмала такая красивая медленно поеду хорошо машин нет отлично кто за мной не тянется не сигналит дома здесь разные есть и побогаче и и совсем простенькие вот видите здесь совсем простенькие домики все съехала на дорогу без асфальта начались различные посторонние звуки то есть машина стала издавать поэтому я убрала оригинальный звук и буду вам просто рассказывайте ну вот здесь вот уже такой реальный лес как вы видите да очень очень много деревьев и виднеется домики домики очень очень разные здесь вот старенькие такие домики дома домик до старенький а там дальше стройка я вижу строится этот домика забор такой хороший длинный вся территория забором обнесена с правой стороны тоже дома ну очень приятно вот жить в таком месте я не знаю как вам нравится хотели бы вы жить вот в таком месте как юрмала в таком частном секторе вся прелесть города юрмалы в том что ты живешь и в городе и в деревне одновременно ну и конечно у нас еще большой плюс и здесь и у нас море ну то есть рижский залив и справа здесь тоже очень очень даже недалеко большая река лелупа можно ходить на рыбалку можно купаться там так что у нас есть чем заняться в юрмале можно забирать заниматься сбором грибов и ягод просто гулять и дышать свежим воздухом в общем одни удовольствия посмотрите какие красивые домики да это сруб деревянный очень симпатичненький до осень в этом году у нас затянулась дни стоят теплые и и даже очень мало дождя в этом году мусорники стоят то есть город обслуживается мусор вывозится красиво шикарные ели здесь очень много видите лес поменялся немного здесь очень много берез и вот такая чистая лесная дорога и в то же время это улица она имеет название стоимость достаточно дорогая в юрмале домов вот например на в районе валтеры продается дом у реки и общая площадь 85 квадратных метров земля площадь земли 500 квадратных метров в доме две спальни там с полной отделкой с техникой с мебелью с открытой террасы и стоимость 139 тысяч евро а вот большой особняк продается в районе вайвари площадь его 313 квадратных метров площадь земли 5300 квадратных метров дом трехэтажный ну конечно он идеальный идеальный дом можно сказать очень красивая территория весь окружен соснами и елями и такой дом стоит 900 тысяч евро ну а что то такое вот наверное подобие вот этого дома вот я так понимаю что он уже не не жилой там никто не живет ну где-то наверно начиная от 50 тысяч вот в этом примерно районе ну я думаю и во многих других районах юрмалы вот видите стройка да здесь будут строить дом в лесу домик в лесу раньше был большой спрос у россиян на покупку недвижимости в юрмале ну а сейчас начиная уже с 14 года россияне уже больше не покупают в латвии ни квартиры ни дома наоборот пытаются продать только сейчас некому и юрмала уже мало кого интересует потому что цены здесь реально взвинчены как вы знаете многие российские звезды также имеют здесь свою недвижимость но их недвижимость находится в центральных районах города юрмалы это дзинтери это майори это булдыри лелупе есть недвижимость у таких артистов как эмануил виторган у него вроде бы на улице йомус это вообще самый-самый центр потом у николаева у игоря николаева есть недвижимость дзинтеру резиденция резиденции дзинтере такой большой шикарный дом очень очень дорогой очень дорогие там квартиры у долины в юрмуле есть четырехкомнатная квартира она ее кстати купила за 1 миллион двадцать 250 тысяч евро и еще у нее есть одна двухкомнатная за 410 тысяч евро да в общем здесь и у хазанова и у клары новико новико да и аркадия укупника и у антона табакова и у агутина в общем они тут все купили себе недвижимости ну а теперь что из-за этого коронавируса они не могут сюда приезжать а за недвижимостью нужно ухаживать и конечно многие хотят избавиться от нее но сейчас это нереально так что ребята попали со своей недвижимостью вложили деньги ну даже не в этом дело конечно они тут приезжали и всегда были концерты в зале в дзинтерском зале ну сейчас конечно все 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 в мире меняется и вот главное здесь теперь чтобы остаться здоровым а все это деньги недвижимость это далеко не главное жизни и вот в этом же районе я выехала на улицу которая асфальтирована и снова свернула на улицу без асфальта здесь очень много улиц и я на самом деле даже здесь немножко поплутала ну потому что я здесь не живу в этом районе я здесь редко езжу и конечно я так эти улицы хорошо не знаю примерно знаю направление и ориентируясь по солнцу но у меня есть немножко такое чутье примерно всегда знаю в каком направлении ехать сейчас еду в направлении железной дороги и ой какие красивые ели но любоваться не могу дома ухаживают вернее территорию кладомо ухоженные красивые заборы вот поворачиваю налево и сейчас поеду вдоль железной дороги это станция вайвори есть у меня видео о вайвори на канале снимала буквально недавно кому интересно можете зайти посмотреть где то что то роют поэтому приходится объезжать и поэтому я тут немножко плутаю по этому району несмотря на то что улицы не асфальтированы многие все равно здесь приятно ездить нет движения никакого правда там плелась за мной машина она меня очень раздражала но потом я от нее оторвалась так вот видите и еду по пустой улице машин нет красивые дома красивая природа вот я вас и покатала по нашему чудесному городу надеюсь вам понравилась прогулка понравился этот район это один из районов города это таких мест в юрмуле очень-очень много но в принципе юрмула она вот вся такая есть конечно жилой массив это каугари где пятиэтажные девятиэтажные дома но все таки основная территория города юрмула это вот такие дома различные дома и богатые особняки в центре города и обычные домики то есть здесь вы можете выбрать себе на любой вот видите домик еще строится может себе выбрать домик на любой вкус если вы захотите поселиться в нашем городе ну вот я плутала плутала и все таки я выехала опять на ту же улицу с которой и начала вам рассказывать об этом районе жду ваши комментарии спасибо большое за лайки и за подписку на мой канал до свидания у нас на счете на